Компания HVL официально представила в России новый кроссовер Jolion, известный на родине марки под именем Chulion . Цены на автомобиль с передним приводом стартуют с отметки в 1 189 900 рублей, а новинка в полноприводном варианте обойдется в 1 509 900 рублей. Выпуск машин налажен на предприятие HVL в Тульской области. Модель будет доступна в трех комплектациях. Jolion, пришедший на смену компакт-кроссу H2, получил новую модульную платформу, которая, как утверждают в компании, отличается уменьшенной массой, обеспечивающей повышенные динамические показатели, экономию топлива и высокий уровень комфорта. Длина HVL Jolion составляет 4472 мм, а размер колесной базы составляет 2700 мм. По размерам и форм-фактору это одноклассник автомобилей Kia Sportage и Nissan Qashqai. Внешне Jolion выделяется среди других моделей марки вертикальными ламелями дневных ходовых огней, сросшихся с блок-фарами. В основном, дизайн новинки схож с оформлением кроссоверов F7 и F7X, если не считать слегка пересмотренной решетки радиатора, которая версия для России получила рисунок с горизонтальными ламелями. Двигатель у Jolion 1, 1,5-литровая бензиновая турбочетверка, развивающая 143 л.с. 210 Нм крутящего момента, а в полноприводном варианте с электрогидравлической муфтой Haldex 150 сил и 230 Нм. Для кроссовера с передним приводом предложена шестиступенчатая механика либо семидиапазонный робот. Полноприводному Jolion положен только робот. Базовая версия Comfort имеет довольно обширный список оборудования. Это две подушки безопасности, система стабилизации, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений, медиасистема с 10-дюймовым экраном, кнопка запуска двигателя, система бесключевого доступа, круиз-контроль, электроручник, подогрев и электрорегулировка зеркал, регулировка руля по высоте, 17-дюймовые легкосплавные колеса и датчики дождя и света. HVL Jolion версии Elite имеет шесть подушек безопасности, светодиодные фары вместо базовых галогенок, систему помощи при спуске с горы, электрохромное зеркало с автоматическим затемнением, камеру заднего вида с парктроником, подогрев задних сидений и 18-дюймовые колеса. Еще начиная с этой версии, при помощи мобильного гаджета HVL Jolion можно дистанционно разблокировать, настроить климатическую систему, а также узнать местоположение автомобиля. В топовой комплектации Premium оснащение дополнено адаптивным круиз-контролем, системой удержания автомобиля в полосе, функцией автоматической парковки, проекционным дисплеем, системой распознания дорожных знаков, камерами кругового обзора, двухзонным климат-контролем и водительским сидением с электрической регулировкой в шести направлениях. Еще для такой версии предусмотрен 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса и беспроводная зарядка для смартфонов. Пока что в продажу поступили только переднеприводные кроссоверы, а версии с полным приводом появятся через пару месяцев. Как вы считаете, Jolion составит конкуренцию крэти? Или же новинка не будет пользоваться спросом в России? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии. Субтитры создавал DimaTorzok